Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами будем составлять луки в мою поездку на неделю моды. Меня пригласили на неделю моды в Екатеринбурге. Это будет дебютная неделя моды в Екатеринбурге. И нет какого-то определенного дресс-кода, просто нужны красивые стильные образы. И будем вместе с вами придумывать, составлять и утверждать, что я в итоге беру, в чем я в итоге поеду. И заранее скажу, что уже результат образов вы можете видеть в моей запрещенной социальной сети на фотографиях. Там я уже буду выкладывать все образы. Ну что ж, давайте начнем. Начнем мы с вами с двух распаковок от бренда Lime, от бренда Mills Card. И дальше уже будем с этими всеми вещами составлять образы. Давайте начнем с вами с распаковки огромной посылки из Lime. Я здесь много заказала вещей, как раз таки с расчетом на то, чтобы взять их с собой на показы для луков. Но и здесь много уже вещей на осень, которые я буду потом носить на повседневной основе. Давайте начнем с коробочки, которая здесь лежит. Это обувь. Очень модный трендовый цвет сейчас будет на осень. И посмотрите, какие они красивые. Супер маленький каблучок, поэтому уверена, они будут очень удобные. Дальше идет безумно красивая куртка. Я ее взяла в максимальном размере L. Она из искусственной кожи. И эта куртка, она именно из женского отдела. То есть я обычно до этого заказывала куртки себе в Lime Man. А это именно из женского отдела. Большая байкерская куртка шоколадного цвета. Очень дорого смотрится. Очень плотная, качественная. И я в полном восторге. Я уверена, что я из нее не буду вылезать, когда наступит осень. Сейчас обложусь вся вещами, которые буду вам показывать. Дальше идет блуза. У меня в гардеробе нет по факту ни одной блузы. Я подумала, что можно будет исправить эту ситуацию. И заказала такую молочного цвета блузу с длинными рукавами. Мне кажется, здесь специально удлиненные рукава у этой модели. Сзади молния, поэтому будет все комфортно, удобно надевать. И она такая, не прилегающая, но вроде и не слишком объемная. Я ее еще не примеряла. Посмотрим, как она сядет. Но я уверена, что сядет хорошо. И я как раз-таки ее хочу носить с юбкой. Юбку, кстати, я взяла в размере S. Хотя обычно размер низа в Lime у меня M. Но я примеряла ее в магазине. И на мне прекрасно сел S-размер. Если вы высокая девушка, то вот юбки Макси в Lime вам точно подойдут. Это для меня находка. И она сияющая, очень красивая. Я уверена, что буду тоже часто ее носить. Дальше брюки. Вообще, это брюки от костюма. То есть в Lime там есть еще куртка. И вы можете носить это как костюм. Но мне куртка не сильно понравилась. А вот брюки восторг. Такие свободные оверсайд брюки, которые внизу здесь затягиваются. И можно сделать их внизу узкими. Можно оставить широкими. Мне понравился цвет. Честно сказать, вот я на них запала. В основном из-за цвета. Но и фасон у них тоже хороший. Тоже хорошо садится на высоких девушек. Эта коробка бездонная. Здесь очень много всего. У меня было из Lime платье. Леопардовое. И крой этого платья запал мне в душу. Это платье у меня все еще висит. И я его довольно часто ношу. Гораздо чаще, чем мои другие платья. И тут я увидела, что Lime в этом же крое выпустили такое лимонное платье. Тоже в макси длины. И у него юбка как русалочий хвост. Что создает красивый силуэт. Подчеркивает бедра. Вытягивает силуэт. И сзади тут идет шнуровка. Это платье я еще тоже не примеряла. Но я уверена, что он роскошко сядет и будет великолепно смотреться. Такой цвет, он всегда подчеркивает оттенок кожи. Потому что у меня кожа, цвет кожи очень белый. Я никогда не загораю. Но вот с этим оттенком кожа всегда автоматически выглядит как-то смуглее. И более такое шоколадное тено приобретает. И я, да, заказала еще юбку. Макси юбка в этом же цвете. С таким же расклешением снизу. Юбку я заказала в размере M. Решила одну юбочку, на всякий случай, заказать в размере M. Там у меня в размере S. Вот. Великолепные, красивые вещи. И мне очень нравится, что Lime делает как и супер базовые вещи, так и что-то более такое яркое и акцентное. А у меня нет ни одних шорт. Я вообще удивилась, когда поняла и осознала, что у меня нет ни одних шорт в гардеробе. Заказала себе бермуды. Они из льна в молочном оттенке. И это, кстати, довольно плотный лен. Я думаю, что он должен не так сильно мяться, как обычно мнется лен. И таким образом эти шорты выглядят. Базовые простые шорты. Красиво будет их дополнить тонким ремнем. На талии зафиксировать. Хочу составить на показ какой-то образ с этими шортами. Я, кстати, думаю сделать... У меня здесь есть еще из мужского отдела. Лайм огромный, большой. Я еще и заказала его в размере. Кардиган алого цвета. Цвет настолько сочный, красивый. Итак, я думаю, что я его надену в расстегнутом варианте свободном. Сюда добавляем молочные шорты бермуды. Кардиган довольно длинный, поэтому в моей голове по силуэту это должно хорошо смотреться. Нужно будет подумать над тем, какой будет топ. И сюда добавляем вот эти туфельки. По оттенкам должно быть супер. Надо это примерить на мне. И вместе с вами оценим мою задумку, мою идею. Но кардиган, он настолько большой, плотный, огромный. Я уверена, в нем очень атмосферно будет проводить время осенью. Так, и последнее, что у нас есть в этой коробке бездонный. Это костюм, комплект. Я заказала блузу. Она идет с большим длинным поясом, который вы обвязываете вокруг талии. И можно завязать объемный банк, или можно оставить, чтобы этот пояс висал вниз длинным. Оставить его. И к этой блузе юбочка. Она мини, и я под нее специально заказала шортики, так как мне не вызывает сильного доверия такая длина. Я вам попозже покажу либо все, либо некоторые из этих вещей, интегрированные в образы, которые я хочу с собой взять. И давайте дальше перейдем к распаковке от Милс Карта. Давайте вместе с вами распакуем коробочки от Милс Карта. Честно сказать, я уже не удержалась и кое-что распаковала и даже надевала. Первое, что я хочу вам показать, это ремень от Милс Карта. Он шоколадного оттенка с белой пряжкой. У меня уже был в гардеробе ремень с желтой пряжкой. Мне нужен был еще один ремень, чтобы он хорошо сочетался, смотрелся с сумками с белой фурнитурой. Шикарный, вообще идеальный ремень. Строчки очень ровные. Мне безумно понравилось, как он выполнен по качеству. Я заказала себе довольно необычную сумку. Это такой чемоданчик черного цвета. Кстати, у Милс Карта есть много цветов сумок. Это тоже мне было сложно выбирать, какие именно сумки я хочу заказать по цвету. Потому что даже если ты определился по модели, у их сумок, как правило, еще множество вариантов цветов. Ярких или каких-то более классических, базовых. И эту сумку я решила все-таки взять в классическом черном цвете. У нее необычная ручка, огромный карабин. Также интересная застежка. И для квадратной сумки эта сумка очень вместительная. Потому что у нее здесь есть такое дополнительное пространство, которое открывается. Сумка качественная, 100 и 100. И она многим образом может добавлять характер. Еще к этой сумочке, как и ко всем сумкам Милс Карта, идет длинный ремешок. Чтобы вы могли регулировать, в какое длине вы хотите носить эту сумку. И у Милс Карта есть сумки как из эко-кожи, из носостойкой, так есть и из натуральной кожи. У бренда есть доставка по России, Казахстану и Беларуси. Следующая сумка, она в трендовом винном оттенке. У нее мне понравился и цвет, и форма довольно интересная. И эта сумка тоже вместительная, несмотря на свой средний размер. Но внутри она очень вместительная. Здесь есть отсек на замке. Есть просто отсеки, которые так застегиваются. Очень красивая сумочка. Давайте откроем с вами ручки. И у Милс Карта есть доставка, кстати, по России, по Беларуси, по Казахстану. Так что не только в Россию доставляют Милс Карты. И еще у них есть расширенная гарантия до одного года. И третья сумка от Милс Карта, это шопер. Из холщовой ткани, обычно такая ткань, она очень удобная в носке. И ничего не пачкается. Всегда очень легко от такой ткани можно что-то отмыть, оттереть. Давайте снимем тоже с ручек пленку. Я вам сейчас в образах покажу как раз-таки, как сумки от Милс Карты смотрятся. И оставлю ссылки на все эти позиции и на общий каталог. В описании под этим видео обязательно ознакомьтесь с ним. Там безумное количество сумок, очень красивых. И уверена, что вы найдете для себя что-то красивое к осени. Я пошла составлять эти образы. У меня есть пул одежды и пул обуви, сумок, которые я буду сейчас выбирать. Вот у нас получается коричневый костюм из лайма, который я вам показывала. Заправляем блузу в юбку. Юбка довольно короткая, под нее обязательно я буду надевать шортики, либо бежевые, либо черные, чтобы ничего не было видно. И огромный тут длинный такой пояс, мы его обвязываем, и он сразу задает силуэт. Очень красиво смотрится, мне нравится большое количество здесь как будто бы таких перевязок. И сюда мы возьмем вот эти босоножки от Иконики. Вот наш образ. И, конечно, с этими босоножками прям контрастно выглядит. Мне очень нравится, как смотрится. Темно-коричневый шоколадный оттенок. И сюда возьмем коричневую сумочку, чтобы она была прям тон в тон с этим костюмом. Этот образ довольно легко мне придумался, и мне кажется, он отлично работает. Очень мне нравится. Когда я буду в этом образе, я еще нанесу на ноги специальную сияющую штучку, тональную основу для тела. Она выравнивает тон и как бы создает сияние. С моей белой кожей это в самый раз. Если говорить про образ в аэропорт, то вот отличный летний комфортный вариант. Свободная оверсайз футболка, джинсы. У меня, кстати, это джинсы от Чукс, ношу, их не снимаю. Кроссовочки New Balance. И вот сюда я дополнила эту сумку холщовую от Милс Карта. Такая сумка, она очень удобна в перелетах, в путешествиях, потому что ей не страшно действительно где-то запачкать. С нее легко вся грязь отойдет. Так, у нас есть каркас образа. У нас есть топ. Это топ от моего бренда Heapody. Очень его люблю, обожаю. И есть бермуды. И этот образ мне хочется сделать каким-то более интересным. Я к нему хочу взять ботфорты. Надеваем ботфорты. И потом просто я их надеваю не полностью, а соберу внизу. Вот так вот это выглядит. И, как видите, они смотрятся очень свободными. Такой небольшой лайфхак. Если у вас нет сапог ниже колена, то можете их сделать из ботфорта. И будет у вас еще один вид обуви в гардеробе. Чтобы теперь все это сбалансировать в нашем образе, хочется добавить темную куртку. И первая в голову мне пришла вот эта коричневая куртка. Выглядит неплохо, но мне кажется, спорит длина шорт и длина куртки. Она либо должна быть короче, либо она должна быть длиннее. Но вот сюда я бы, кстати, добавила вот эту красную сумку. Вообще отлично выглядит. Очень красиво. Сочетание такого темно-коричневого. В жизни сумка чуть темнее, она чуть более бордовая, чем на камере. Да, реально очень красиво. Мне нравится сочетание оттенков. Но вот тут мне не нравится длина куртки в этом образе. Поэтому ищем дальше. Еще один вариантик. Мне кажется, очень хороший. Но я думаю, что уже все-таки в кожаном тренче и в кожаных сапогах я спарюсь, честно сказать. Да, поэтому, поэтому, поэтому возьмем сюда бордовую куртку. Сейчас ее примерю. И вот, я думаю, финальный вариант этого образа. Бермуды куртка от Тейк Ту темно-бордового цвета. И сумочка, которая очень хорошо сочетается с сапогами, потому что на сапогах острый мыс. И она тоже вся острых форм. Мне нравится, как выглядит. Этот образ точно утверждаем. Жакет. Такой светлый. Зеленого оттенка. Сюда, кстати, знаете, мне очень хочется добавить, хоть для какого-то контраста, вот этот ремень от Милскарта. И фурнитура совпадает на жакете по тональности. И он шоколадного, холодного оттенка, поэтому ремень сюда отлично подходит. У меня такой хаос на заднем фоне, но, честно, это всегда происходит, когда я составляю образы. У нас здесь с вами такой лайф-формат составления луков, поэтому все как есть. Показываю. Вот, да, так мне нравится. Думаю, что я как-то так вижу этот образ. Напишите, кстати, в комментариях обязательно, какой из образов вам больше всего понравился и не понравился. Будет интересно почитать, сравнить наше с вами видение. Можно еще сделать более деловой формат и добавить сюда вот эту сумочку-чемоданчик от Милскарта. Такой получается стильный деловой образ. И здесь мне очень нравится вот застегнуть прямо на голое тело вот этот жакет и оставить тут раскрытые пуговицы, чтобы было видно наши шорты. Если вы едете в поездку, то составляйте, точнее, составить можете больше образов, но взять с собой ровное количество образов, чтобы каждая вещь себе отработала и чтобы вы не возили туда-сюда вещи, которые вы даже не наденете. Поэтому у меня 5 дней, и я знаю, что мне точно нужно 5 вечерних луков на показы и плюс парочку образов таких промежуточных для завтрака, там, для обеда. Следующий лук. Я хочу надеть брюки вот эти из Lime, и здесь тоже мне нравится игра текстур. В общем, эти брюки и пиджак в пайетках из чукс. Мне хочется этот пиджак сбалансировать, чтобы он выглядел не настолько нарядным, не настолько праздничным. И вопрос, что мы берем сюда из обуви. Мне, конечно, кажется, что из обуви сюда хорошо были бы вот эти ботильоны фиолетовые, но, с другой стороны, как будто бы совсем будет вычурно. И можем взять, наверное, вот эти мюли, либо кроссовки. Давайте посмотрим. Так. Ну, как будто бы и так, и так хорошо выглядит. Но вариант с мюлями, если мы берем то, что мы идем на вечернее мероприятие, на показ, мне нравится чуть больше. Вот так. Я думаю, что это выглядит отлично. Мне нравится. Еще сюда можно добавить очки с прозрачными линзами, чтобы... А, либо серебряные украшения какие-то более массивные, чтобы сбалансировать. Есть один стильный аксессуар. Я думаю, мы его сейчас наденем. Такая шапочка в пайетках серого цвета. Анарак из Lime. И таким образом выглядит образ, боже, эта фраза. Мне нравится. Добавила сюда как раз-таки уже кроссовочки Off-White с Nike в коллаборации. И вот по сумке у меня здесь есть несколько вариантов. Есть такой вариант. Но серый как будто бы, да, больше встает по цветовой гамме с толстовкой и с шапочкой и с кроссовками. Следующий образ с юбкой и с туфлями из Lime. И сумочку сюда добавила большой вот этот шоппер от Mills Carter. И вообще этот образ, я думаю, лучше будет смотреться с собранными волосами. Потому что вот тут акцент на такой элемент на шее. И я думаю, что будет более удачно, если волосы собрать. Юбку стоит, конечно же, отпарить. Но этим я займусь уже, когда буду распаковывать свои вещи из чемодана. Возьму с собой отпариватель на всякий случай. Конечно, все эти вещи, которые я беру с собой, я еще буду между собой миксовать. Вот, допустим, добавила сюда свой зеленый жакет, который я точно беру. Мне безумно нравится сочетание оттенков в этом образе. И последний наш с вами образ. Это то, что я прям видела в своей голове. Очень воздушный, легкий. Это курточка из Lime. Такое болеро. Платье, которое я вам показывала. Lime. Оно с красивым шлейфом. Надеюсь, что будет сухо. И я платье не испачкаю. И босоножки Lera Nena. Такого более ярко-розового оттенка. Мне кажется, они отлично сюда подходят. Вот такой образ. По поводу сумки, я правда еще думаю, что бы мне сюда взять. Я хочу вас поблагодарить за просмотр этого видео. Спасибо большое, что были со мной. Составили мне компанию. И обязательно, еще раз повторюсь, напишите в комментариях под этим видео, какой образ вам понравился, какой не понравился. Что бы, может быть, вы надели. И я вас очень сильно люблю. Скоро всем увидимся. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok